Всем привет! Сегодня у меня в руках находится модель швейцарских часов Invicta с японским механизмом 11753 серии Grand Diver. Значит, часы механические. Вот с обратной стороны мы можем видеть такой двигающийся маятник. Собственно, это говорит о том, что часы сами подзаводятся от любых колебаний. Значит, часы довольно некрупные, как для Invicta, то есть их диаметр немножко меньше привычных стандартов марки, не толстые опять же. И в весе абсолютно легкий, то есть их вес составляет 100 с копееками грамм, что для Invicta, конечно же, абсолютно небольшой вес. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали. Ремешок из черного полиуретана. На стыке с корпусом здесь есть вот такие металлические пластинки, как с одной, так и с другой стороны. Застежка. Нержавеющая сталь, классическая. Вот. Давайте я прикину часы на свою руку. Я не буду застегивать, я вот так просто приложу их. У меня кисть довольно небольшая. Вот. И следующим образом они сидят на моей руке. Так. И давайте теперь посмотрим, что у нас есть по функционалу часов. Значит, начнем с вот этого кольца, которое называется безель. На нем есть часовая разметка. Нужно оно нам для измерения интервала времени. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно поставить 0 безеля, отметку 0 безеля напротив минутной стрелочки. Так. Вот я это сделал. И, допустим, наша задача замерить с вами, ну, пускай это будет 43 минуты. Вот 43 минуты это здесь, на безеле. Соответственно, когда минутная стрелочка будет показывать на эту отметку, прошло 43 минуты. Вот такая полезная функция. Вот. В данной модели часов безель такой довольно не толстый. У Invict он обычно немножко толще и более шероховатый. А здесь он гладкий, поэтому, конечно, немножко проскальзывает между пальцами, когда я его разворачиваю. Вот. Он поворачивается только против часовой стрелки, вот с таким характерным хрустом. Давайте я его верну на 0. И посмотрим, что у нас есть на циферблате. Здесь, в принципе, все стандартно. То есть, часы, минуты, секунды. Дата под увеличительным стеклышком. Значит, особенность этих часов в том, что их циферблат полностью напылен люминесцентом. То есть, циферблат светится в темноте, если вы его предварительно подержали у источников света. Вот. Ну, к сожалению, у меня сейчас не те условия, чтобы показать, как это все работает. Но, в принципе, вот он светится ярко-голубым светом. Цветом довольно эффектно. Вот. Причем, стрелочки также напылены люминесцентом оранжевым. Вот. И получается такое интересное сочетание оранжевого и ярко-голубого цвета. Ну, выглядит оно действительно классно. Жалко. Только что сейчас не могу показать это. Вот. Значит, водостойкость в этих часах довольно высокая. Составляет 300 метров. То есть, в принципе, в них, в этих часах можно свободно погружаться. То есть, серия сама за себя говорит. И вот эти изображения водолазов с одной и с другой стороны. Вот. Значит, заводная головка здесь завинчивается. Что, в принципе, тоже говорит о том, что в часах можно погружаться. Заводные головки завинчиваются для того, чтобы сохранить лучшую водостойкость. Значит, в первом положении заводной головки мы подзаводим часы. Во втором положении... Прошу прощения, это нулевое было положение заводной головки. В первом положении заводной головки мы против часовой стрелки меняем положение даты. И во втором положении заводной головки меняем положение часовой и секундной стрелок. Вот. На этом, в принципе, функционал часов заканчивается. Давайте я завинчу обратно заводную головку. Вот. Ну и на этом все. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь по контактам, которые я указываю в начале видео. Спасибо, что посмотрели. Пока. 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 Пока.